ВЕКТОР УСПЕХА Кто это вообще такие и как не попасться на их удочку? Поехали! Ну а начнем мы с того, что на минувшей неделе нас искренне порадовало. Пора, пора, порадуемся на своем веку. А это отмена декларации 3НДФЛ. Например, в налоговой серьезно задумались о том, чтобы от нее отказаться. Кто заполнял, тот знает, как это утомительно. В планах ввести через 3 года автоматический мониторинг доходов и расходов россиян, чтобы получать налоговые вычеты было проще и быстрее. А в Минздраве тем временем анонсировали цифровой полис ОМС. Уже с Нового года можно будет не носить с собой бумажную версию. Больница и так получит всю информацию о вас. А детям цифровой полис будут оформлять сразу же при рождении. В свою очередь Центробанк хочет сохранить за россиянами право на кредитные каникулы. Сейчас, напомню, взять полгодовую паузу в платежах могут только ипотечные заемщики. В 2020-м такая возможность, как мы помним, была у всех, кто оказался в сложенной жизненной ситуации. Ну и поскольку практика хорошо себя показала в пандемию, теперь ее хотят сделать постоянной. Это все из федерального, а у нас же в Петербурге на прошлой неделе приняли бюджет на 2022 год. И вот на этом поподробнее остановимся. Ведь размер казны напрямую влияет на то, как будет развиваться город и как мы с вами в нем будем жить. Итак, вот основные показатели. Доходы почти 900 миллиардов. В основном это налоговые поступления. Это и наш с вами НДФЛ, и налог с прибыли организации, кстати, и 17 миллиардов, которые принес переезд Газпрома, тоже там. Расходы планируются почти триллионные. Больше всего потратят на развитие образования, транспорта, медицины. Но сложив деньги с кредитом, получаем дефицит. Порядка 80 миллиардов рублей. И вот это, конечно, немного настораживает. Но экономисты успокаивают. Ничего страшного в этом нет. Первый. Насколько велик дефицит бюджета? Ну, явно не таков, чтобы это стало проблемой. Этот дефицит можно обслуживать. То есть здесь нет проблем. Второй момент. Традиционно бюджет Санкт-Петербурга с последние годы заявляется дефицитным. И этот дефицит, по факту, оказывается меньше, чем был запланирован. В 2019 году был запланирован дефицит бюджета в 38 миллиардов. По факту оказалось всего 10. Кстати, на этот год тоже вообще-то был запланирован дефицит. Примерно 89 миллиардов рублей. А по факту вышло всего 3,5. Так что, как говаривал Карлсон... Спокойствие, только спокойствие. И еще одна актуальная тема теперь. Квар-коды. Сейчас, я напомню, их нужно показывать на концертах, спектаклях, в спортзале, в кино и на свадьбе в ЗАГСе. С 27 декабря добавятся также рестораны, бары, магазины и торговые центры. Пока получить заветный код могут те, кто официально переболел коронавирусом, сделал прививку или же получил медотвод. Возможно, в дальнейшем список пополнится еще и обладателями высокого уровня антитела, а еще теми, кто вакцинировался иностранными препаратами. Такие варианты рассматривают в Госдуме и правительстве, но финального решения пока нет. Тем временем находятся не самые честные граждане, которые квар-коды просто покупают. На чем мы попадаются. Полиция Петербурга уже возбудила более 50 уголовных дел о подделке медицинских документов. Прилететь в таком случае может не только тому, кто купил левый квар-код, но и его работодателю. Чем же это грозит им обоим и вправе ли работодатель отстранить сотрудника без прививки, расскажет юрист. Какие требования к вакцинации сотрудников существуют сейчас для бизнеса? Ну, по закону у нас и по всяким ведомственным нормативным актам вакцинировано должно быть не менее 60% сотрудников. Но в рекомендациях, как правило, просят, чтобы было вакцинировано все-таки около 80%. Как это проверяется? Ну, все же работодатели теперь у нас дают отчеты, помимо всех прочих, еще о количестве вакцинированных сотрудников, кто когда и как со ссылками на их квар-коды снился иные паспортные данные. Та же прокуратура может прийти и провести проверку. Список организаций, которые могут компетентных органов проверять наших работодателей, вели. Что будет, если показатель меньше? Ну, будут проблемы уже у работодателя. Это могут быть штрафы, причем довольно существенные, потому что юридические лица отвечают до миллиона рублей может быть штраф, и даже приостановка деятельности до 90 дней. А если выяснится, что сотрудник купил поддельный сертификат? Ну, по идее, если бы сотрудник купил поддельный сертификат, то за подделку должен отвечать кто-либо подделал, либо его применил. То есть работодатель не должен нести ответственности за совершенные кем-то другим правонарушения или преступления. Другое дело, что он может все равно быть привлечен. Может такое быть, что будет возбуждено некое производство, и работодатель в рамках него должен будет доказать, что он действительно не знал, что он был также введен в заплуждение, и ответственности он тогда не подлежит. А какое наказание грозит сотруднику? Нашим гражданам, кто покупает QR-коды, надо ориентироваться на статью, которая предусматривает срок лишения свободы до двух лет. Это именно нарушение норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Какие меры может применить начальство к работникам, не желающим вакцинироваться? Если работники не желают вакцинироваться, работодатель может либо предложить им, допустим, удаленную работу, если это позволено обстоятельствами, да, либо, как правило, это отстранение от работы без, естественно, оплаты труда. И работникам надо помнить, что в такой ситуации этот срок, когда он будет отстранен от работы, не зачитывается в пенсионный стаж, поскольку нет отчислений. А момент окончания этого события будет определяться нормативно-правовыми актами, то есть, ну, например, улучшение эпид-обстановки и что не надо больше вакцинировать какой-то процент сотрудников. И еще немного злободневного про покупки и скидки. И сразу признаюсь, я лично ничего не купила в ходе минувшей грандиозной распродажи под названием «Черная пятница». Представляете? Но в целом-то желание покупать жителей нашей страны в ноябрьские дни очень впечатляет. Один из ритейлеров отчитался в первую волну, это еще было в десятых числах месяца, напродавал на 6 миллиардов рублей. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее. Но вообще за минувшие три года распродажи в нашей стране сильно изменились. Ну, во-первых, траты выросли. По сравнению с 2018 годом вообще больше, чем в два раза. Во-вторых, поменялся, конечно же, и формат. Помните, как мы с вами пересылали друг другу вот эти видео про толпы людей, сносящих прилавки в час открытия магазина? Сейчас тоже сносят, но уже виртуальные витрины онлайн-магазинов. Рост цифровых продаж в нашей стране только в 2020 году составил 78%. Какие же трансформации будут дальше, стало интересно нам. И тут маркетологи обратили внимание на любопытную историю. Компания Quiet Media выяснила, что покупают в Черную Пятницу преимущественно люди старше 45 лет. Молодежи до 25 к распродажам почти равнодушно. И дело даже не в том, что у нее меньше денег или накоплений. Речь об иной модели потребления, которая со временем окажет влияние и на Черную Пятницу тоже. У молодого поколения меняется сама модель потребления. У них меньше круг потребностей. Они стараются не покупать жилье, в общем, стараются избегать покупок какой-то дорогой техники. Скорее арендовать шеринг, чем покупка. Поэтому я думаю, что меняется сама модель потребления. Молодое поколение, оно, видимо, будет по-другому строить свой бюджет и свой образ жизни. Ну а еще аналитики напоминают, что в России Черная Пятница – это вообще-то победа маркетологов и ритейлеров. Ведь реальных традиций, как, скажем, в Америке День Благодарения под этим нет. А охотясь за удовольствием от удачных покупок, мы, по сути, замораживаем деньги семьи, превращая их в запасы ненужных зачастую нам товаров. Так что эксперты советуют заранее составлять список необходимых вещей и перестать тратить деньги только под впечатлением от больших скидок. А теперь расскажу вам про этичный подход к ведению бизнеса. Что это такое? Расшифрую определением, которое встретила в интернете. Этичный бизнес делает только то, о чем с удовольствием заявил бы в рекламной кампании. Понимаете, да? По сути, речь про такой белый и пушистый бизнес. Честный, открытый, экологичный, осознанный. Утопия какая-то, скажете вы. Такого просто не бывает. А я отвечу, что современным компаниям становиться этичными просто необходимо. Потребитель требует. Давайте посмотрим на результаты исследования авторитетной консалтинговой компании Deloitte. Вот факторы, которые влияли на покупки в магазинах в 2019 году. Цена, вкус и удобство упаковки. В общем-то, просто и ясно. Сейчас, в 2021-м, все сильно изменилось. Кроме вот этих вот трех факторов, люди обращают внимание еще на информацию о производстве, влияние продукта на здоровье и социальный вклад компаний. И бюджетные чипсы по сниженной цене привлекают уже гораздо меньше внимания, чем более дорогие снеки, сделанные, ну, например, из органического картофеля с местной фермы. Кто же из наших локальных производителей уже сегодня развивает этичные форматы? Я узнала. Я бы хотела рассказать про наш самый такой популярный продукт, про твердый шампунь. Вот он помещается в баночку. У нас такая концепция, что упаковки должно быть минимум. В уютной мастерской на Васильевском острове Татьяна и ее команда выпускают более 20 видов продукции. Кроме шампуня, еще кондиционеры, мыло, бальзамы для губ, духи. Все в твердой форме, потому что экологично и экономично. Таким продуктам требуется минимум упаковки и консервантов. Рецептура своя, производство выглядит как домашняя кухня, но все компоненты официально проверены, образцы проходят тестирование и сертификацию. Нужно было нам получать специальные техусловия на косметику без воды, без животных компонентов, и чтобы ее еще тестировали этичным методом. То есть не на подвижных клетках, не на животных, а только люминесцентным методом на бактериях. Основные компоненты этичности – отсутствие вреда для окружающей среды и раздутого штата с эффективными менеджерами. Каждый сотрудник – универсальная единица. Обороты у компании пока небольшие, на уровне точки безубыточности – около 700 тысяч рублей в месяц. Ведь эта история не про обогатиться, скорее про идею и убеждения. Интерес покупателей, кстати, стабильно растет. Товар продается по всей России, а также в Казахстане, Белоруссии и Грузии. Люди уже углубляются в составы. Им интересно, какое действие будет в перспективе. Покупатель становится более разборчивый. То, о чем говорит Татьяна, подтверждают и аналитики. Исследование компании Procter & Gamble показало – 55% пользователей интересуются экологическими стандартами производителей. 69% готовы платить больше за товары, которые не наносят вреда планете. Этичность внедряют у себя не только локальные компании. Роман Саблин консультирует крупный бизнес как раз по таким вопросам. Говорит, большие промышленники все чаще задумываются о том, как контролировать выбросы парниковых газов или перерабатывать отходы. Мы вот эту разделенную политику, стратегию раскладываем на направление. Снижение количества мусора через раздельные сборы, подход за руэйс, через ответственные закупки. Как раз экологичных товаров, например, туалетную бумагу. Отличная бумага из из торсырья. Не из первичной целлюлозы, а из торсырья, она такая же белая. К примеру, по экологизации упаковки есть кейс производства шоколада. Батончики. Они уменьшили плотность, объем пластика в упаковке. Ну, то есть там на 30, по-моему, процентов сократился объем на одну шоколадку. Это миллионы шоколадок в год. А идеи и вдохновение можно черпать у небольших компаний. Например, петербурженка Анна только что стала дипломированным промышленным дизайнером и уже запатентовала собственную технологию производства биоразлагаемой посуды из чайного гриба. Ведет переговоры с заводом, который выпускает из него популярный напиток – камбуча. Чтобы всем было хорошо. Им безотходное производство, ей материал для изготовления тарелок и мисок. Немножко странно, если для производства биоразлагаемой, такой экологичной, прекрасной тарелки нужно ввести их куда-то с одного производства на другое производство, тратить бензин. И поэтому мы и задумали сотрудничать с производствами камбуча и на их базе создавать тарелки. Анна уже нашла инвесторов для проекта, а покупать продукцию изъявили желание несколько ресторанов, где менеджеры задумываются об отказе от пластиковой посуды. Так этичный бизнес побуждает меняться свое окружение – партнеров, поставщиков. А примерно лет через 5-10, по мнению экспертов, ответственность перед обществом станет неотъемлемой частью стратегии компаний по всему миру. Продолжаем вектор успеха. И теперь у нас еще один заметный тренд последних месяцев. И это инфо-цыгане. Ну, замечали, наверное, как много стало в последнее время всяких курсов, тренингов. И ценность их часто, мягко говоря, вызывает сомнения. Как стать успешным предпринимателем за 14 дней? Как быть счастливым в браке? Как найти свое предназначение? Нет, темы-то у тренингов интересные. И сомнения вызывают люди, которые их проводят. Ведь зачастую они не имеют опыта в бизнесе, в семейных отношениях, да и в психологии. И вот их-то как раз и называют инфо-цыганами. Услуги таких тренеров, конечно же, не бесплатные. В среднем один марафон успешности стоит около 2,5 тысяч рублей. Это данные платежного сервиса Юкасса. Интересно то, что люди-то верят в ценность получаемого знания. В этом году, например, покупать такие тренинги стали в 5 раз чаще, чем в прошлом. Что же это за вектор успеха такой? Разбирался в вопросе наш самый дотошный боец Дмитрий Тарасов. Привет, ребята! Смотрите, какую кучу денег я заработал всего лишь за неделю, при этом особо не напрягаясь. Научиться этому способу легко. Просто записывайтесь на мой марафон. Вот он, типичный приветственный пост инфо-цыган. В кадре очевидный атрибут успеха, из уст громкие обещания помочь его достичь. Поверь, сложно, но согласитесь, очень хочется. Домохозяйки учат счастливой жизни, молодые блогеры объясняют, как заработать миллионы. Ценнейшие знания, основанные на личном опыте, продаются за несколько тысяч рублей. В 2021 году количество платежей выросло троекратно, а плательщиков в 2,5 раза. В общем, вера в инфо-цыган крепка. Да и как иначе, ведь кажется, они само олицетворение успеха. Ты долгое время иллюстрируешь, долгое или короткое, неважно, иллюстрируешь успешный образ жизни. Ты начинаешь рассказывать о том, откуда взялись эти богатства и как они происходили. Еще 10 лет назад я работал, или год назад я работал на дядю, а сейчас я уже зарабатываю миллионы, потому что понимаю, как работает криптовалюта. Все это строится глобально на неудовлетворенности людей, аудитории своей жизни, желании вырваться из своей жизни, проблемами, с которыми они сталкиваются. Марафоны предлагают универсальные лекарства от всех проблем, но эффективность панацеи вызывает сомнения. Главный посыл «делайте, как я, и у вас все получится» несет в себе фундаментальную ошибку. Они же говорят, что они опирались на это. Это воспринимается как алгоритм достижения успеха. Мы не знаем про тех, которые погибли на этом пути, пытаясь сделать то же самое. Мы о них не знаем, книжки о них не написаны. Это в психологии называется ошибка выжившего. Чем проще алгоритм успеха, тем лучше продажи. Например, научись правильно формулировать желания или мыслить как миллионер, и любая цель обязательно будет достигнута. Аудиторию цепляют простые решения. В нас заложено желание минимизировать усилия. Поэтому первое – это желание упростить, пойти самым простым, коротким путем. Второе – некоторая инфантильность. Ну, то есть, некоторая незрелость позиций. Я доверюсь другому, пусть он за меня думает. Инфо-цыгане умело манипулируют аудиторией. Для пущей убедительности называют себя коучами. Но опытные наставники не готовы назвать большинство устроителей марафонов коллегами и объясняют, как отличить их от самозванцев. Инфо-цыгане, как правило, продают будущее. То есть, они говорят, заплати мне сейчас, а потом я тебе расскажу, как правильно все сделать. Настоящий коуч – это человек, у него нет программы пошаговой достижения успеха. Это человек, который очень много времени и сил посвящает тому, чтобы его клиент для себя самостоятельно прояснил ситуацию. Какие он будет принимать решения и как будет двигаться в соответствии с этим прояснением – это не вопрос коуча, это вопрос самого клиента. Но это же очень трудно продать. Поэтому прежде чем купить курс, лучше узнать подробности. Полезным может оказаться тот, что сулит освоение практических навыков. Например, научиться запускать таргетированную рекламу в соцсетях. А вот курсы, где амбициозно обещают стать богатым и счастливым, не стоит тратить ни время, ни деньги. Едем дальше к традиционной уже теме «Проверено на себе». Наш корреспондент Пелена Иконикова почти каждую неделю исследует премудрости разных профессий. И в этот раз решила, представьте себе, саморемонт себе в квартире сделать. А все почему? Потому что именно так хотят поступить большинство россиян. Оказывается, каждый второй житель нашей страны не готов тратить на обновление своего жилища более 100 тысяч рублей. И еще 51% при необходимости будут красить стены и класть плитку самостоятельно. Это выяснилось в ходе исследования аналитического центра НАФИ. Причина – банальное желание сэкономить. Так вот, Милена, как человек рачительный, решила быстренько освоить профессию плиточника, ну и заодно выяснить все про эту работу. Для меня ремонт – это больше про результат. Из серии «Вот было, вот стало». Но сегодня придется погрузиться в процесс. Я буду класть плитку в коридоре и двух санузлах. Частично работа уже сделана, надо продолжить. Моим наставником будет Андрей. Он уже 16 лет в профессии. Делает ремонты под ключ, но основной профиль как раз плитка. Ее положить оказывается не просто приклеить, а целый набор действий по времени, растянутый на неделю. Их сначала надо выровнять, правильно? Выровнять, затем штукатуркой. Потом ждем, пока штукатурка высохнет. На это уходит недели-две. Потом гидроизоляция. Это вот она, гидроизоляция. А затем, наконец, облицовка. Сделать все нужно точно в размер и без сколов. Так, чтобы плитка гармонично смотрелась в интерьере. Надо оформить не только стены, но и угловые стыки. А еще отверстия для труб. Для этого плитку режут на месте. Резко вниз. Вау. Вот все. Все? Один раз и все? Класс. Ну все, по размеру. Стоимость работы определяется не только площадью ремонта, сроками, сложностью, но и непосредственно ценой плитки. Чем она выше, тем дороже услуги. Если там плитка, к примеру, куплена за 8-10 тысяч за метр квадратный, и мастер будет ее облицовывать как обычную, и если он ее повредит, и он заплатит ее как за 8-10 тысяч, правильно? То есть в эту сумму облицовки должна учитываясь процентовка закладываться, если он эту плитку повредит. Риск. Еще один риск – остаться без денег. Заказчик даже при наличии договора может просто испариться. Сначала проект обычный делается на сумму, просят, чтобы ты рассчитали. Подписываете договор, а потом в процессе работы изменяется полностью проект, дизайн, усложнения это идут. Естественно, это в ценовом качестве все меняется там прямо кардинально. И у меня был опыт, что в два раза увеличился бюджет, и заказчик отказался платить, он был еще юрист, и вот так кинули на деньги. Потом с такими нерадивыми заказчиками приходится разбираться в суде. А чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, договариваться хотя бы на 50-процентную предоплату. В целом у плиточников сейчас работы хватает. По данным HeadHunter'а, с прошлого года спрос на этих специалистов вырос аж на 246%. При этом конкуренция – всего 4 человека на место. Ну что, работа тяжеловатая, если честно. Зато результат зависит только от тебя. Чем больше проектов сделаешь, тем больше получишь. Можно работать как самозанятый или, например, открыть свое дело. При этом в обоих случаях лучшей рекламой станут хорошие результаты. И сарафанное радио. Продолжаем. И далее о трех главных словах, которые мечтает услышать любой сотрудник. Вам повысят зарплату. Да, на такую радость надеются 42% россиян. Мало того, искренне верят, что произойдет это уже в декабре. Ну и, как выяснил портал Суперджоп, в большинстве случаев эти надежды окажутся справедливыми. Каждой третьей российской компании действительно собираются повысить зарплату до конца года. Оба показателя и ожидания сотрудников, и намерения работодателей оказались выше, чем в прошлом году. И вплотную приблизились к допандемийному уровню. А это значит, что экономика постепенно восстанавливается. То, что надежды многих оказались небеспочвенные, это очень хорошо. Но, как известно, вода под лежачий камень не течет. Поэтому, если вы надеетесь на приятный бонус, лучше сказать об этом своему начальнику, так сказать, напрямую. А вот как же это лучше сделать, мы спросили у петербуржцев. Я в лоб говорю. Просто вот Иван Иванович повысить зарплату. Ну, если на то есть веские причины, то да. Значит, надо сказать. Я такой замечательный, и я хочу больше. Скажи, ну, я не сомневаюсь, что замечательный. Как нам обосновать? Обосновать? Да. Доказать, что привести. Я делаю это, 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 это. Я заслуживаю большего. Дмитрий, у нас очень сильно повысилась эффективность деятельности нашего отдела. Я убежден, что моя роль в этом тоже присутствует, поэтому хотел обсудить повышение моих закладов. Сколько хотите? На 30% больше. Либо я готов уволиться вот так. Ой, прям вот так, ребром будем стоять. Ну, мне просто, да, такая работа, что я могу, в принципе, от нее отказаться спокойно. Вот. Ну, я как по привычке туда хожу. С начальством надо дружить, поддерживать самые теплые, хорошие отношения. Никогда не ругать. За глаза можно, а в глаза никогда. А если он не поймет, что вы с ним дружите ради того, чтобы он вам поднял зарплату? А я не ради того, не надо показывать, что ради зарплаты. Еще раз задержусь с вами еще подольше. Так. Я боюсь, что я не смогу аналогичный разговор со своим начальником составить. А, тогда бегите, бегите. Поэтому, да, я лучше воплощу это. Да. Повышение вам. И в заключение еще пара полезных новостей. Европа упрощает правила въезда. В следующем марте граница откроется для тех, кто привился вакциной, одобренной Всемирной Организацией Здравоохранения, а также для тех, кто уже переболел коронавирусом. Ну, пока, правда, это только рекомендация. С ней выступила Еврокомиссия. Переболевшими будут считаться те, кто перенес ковид в течение 180 дней до поездки. И у кого на руках будет сертификат европейского образца. В Петербурге все меньше шансов нарваться на поддельные купюры. По данным Центробанка, в третьем квартале число фальшивых сократилось на треть. Всего выявили чуть больше тысячи ненастоящих банкнот. В основном подделывают купюры крупного номинала. 5, 2 и 1 тысяча рублей. Кстати, проверить деньги на подлинность можно с помощью приложения «Банкноты Банка России», который был разработан Центробанком. На этом у меня все. По традиции желаю вам успеха во всех ваших начинаниях. Ну, а мы, в отличие от всяких там инфо-цыган, абсолютно честно и бесплатно расскажем вам, как его достичь. До следующего вторника. Пока. Редактор субтитров А.Семкин